Сочинские депутаты решили определить, сколько нужно на ремонт старых трасс и содержание новых, внесены изменения в муниципальный дорожный фонд. В Лазаревском районе построят детский сад и новую школу. Об этом глава города рассказал на встрече с активом района. Детям игры, родителям бесплатные мастер-классы. В Сочи проходит фестиваль «Мама-фест». В Сочи пройдут всероссийские соревнования лыжи-роллеров. За медали поборются 150 спортсменов из 20 регионов. Сегодня в Сочи состоялась встреча президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель-Фатах Ассиси, который прибыл в Россию с официальным визитом. Основными темами встречи стали экономическое сотрудничество, региональная и международная проблематика. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на пресс-службу Кремля. Как отметили в администрации главы российского государства, подходы двух стран к урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке во многом совпадают, в том числе и в вопросах необходимости прекращения насилия в секторе газа, урегулирования обстановки в Ливии, Сирии и Ираке, а также борьбы с международным терроризмом. Также лидеры двух стран затронули вопросы укрепления гуманитарных связей. 11 залов, 9 видов спорта и научный подход к победам. В Краснодаре, в городе Спорта на Энке, открыли новый тренировочный комплекс «Чемпион». Он расположился рядом с баскет-холлом и ледовой ареной. Губернатор края Александр Ткачев вместе с серебряным призером Олимпийских игр батутистом Дмитрием Ушаковым перерезали красную ленту и официально открыли комплекс тренировочных залов. В новое здание переедут краевые спортивные школы. В «Чемпионе» будут развивать 9 направлений спорта. От борьбы, бокса, тяжелой атлетики, прыжков на батуте до фехтования и пневматической стрельбы. Одновременно в комплексе смогут заниматься до тысячи человек. Пацаны, слышите? Победы нужны. Давайте занимайтесь, чтобы был результат, чтобы нашу Кубань прославляли. Кроме спортивных секций, здесь заработает собственный медико-восстановительный блок. С научным подходом здесь будут не только лечить, но и в буквальном смысле рассчитывать возможности спортсменов для победы с помощью новейших технологий. Будущим рядом с новым спортивным комплексом появятся 15 теннисных кортов и бассейн. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ. Большие семьи – кубанская традиция. Краснодарский край стал одним из регионов, где чаще рождаются трое и четверо детей. По данным Министерства труда и социальной защиты России, наш регион за первое полугодие 2014 года увеличил этот показатель на 10%. Всего же по стране уровень рождаемости третьего и последующих малышей в семье вырос почти на 2,5%. В нашем крае по инициативе губернатора многодетные семьи поддерживают материально. Второй год на Кубани выплачивают ежемесячные пособия около 7 тысяч рублей на третьего и последующего детей. Существует в нашем регионе и свой материнский капитал. Он добавляется к федеральным выплатам. Так, семья, которая решилась на троих и более малышей, единовременно получает 100 тысяч рублей. Разбирают на цитаты. Глава Краснодарского края вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов-блогеров страны. Такую популярность вызвало в том числе и его недавнее предложение перенести музыкальный фестиваль Юрмала на Кубань, в частности на территорию Сочи. Рейтинг составила компания «Медиалогия». Они проанализировали сообщения в 18 тысяч средств массовой информации. Сегодня депутаты городского собрания Сочи приняли изменения в муниципальный дорожный фонд и решили полностью определиться с состоянием всех сочинских дорог. Необходимо четко определить, сколько нужно на ремонт старых трасс и содержание новых. Подробнее Елена Овсецина. У Сочи богатое постолимпийское наследие. Такими новыми дорогами и развязками едва ли может похвастаться другой российский город. Все это необходимо содержать в дальнейшем. Сегодня депутаты проголосовали за увеличение муниципального дорожного фонда. В первую очередь средства из него пойдут на дорожную разметку перед образовательными учреждениями города в преддверии нового учебного года. Однако за счет дорожного фонда содержатся и все остальные муниципальные дороги. Председатель городского собрания Сочи Анатолий Луцак предложил обратиться к мэру курорта с инициативой о проведении инвентаризации всего дорожного хозяйства города. Депутаты такую идею поддержали. Сделая инвентаризацию всех других дорог, сельских дорог, второстепенных дорог, мы будем понимать, что это такое. Мы будем понимать, какая протяженность, какое качество этих дорог и какое необходимо финансирование по этим дорогам. Мы будем реально понимать, что мы сможем сделать с нашего бюджета, с дорожного фонда. Или мы тогда будем надеяться на то, что мы будем выходить в край с предложением. Тогда можно будет думать, увеличивать ли объем дорожного фонда или участвовать в краевых целевых программах. Но Сочи – это ведь не только центральные улицы. Это и горная местность, которая входит в черту города. Проголосовали сегодня депутаты и за то, чтобы оказать помощь многодетным семьям. Социальная поддержка в виде погашения процентной ставки ипотечного кредита не заменит выделение земельного участка, но может стать существенной социальной помощью тем, кто решает демографическую ситуацию в стране. Многодетные семьи, которые получают участки, которые хотят начать строительство, и есть какие-то свои собственные резервы, которые готовы кредитоваться, я думаю, что это очень правильно, чтобы поддержать многодетные семьи. Город пойдет на погашение процентной ставки. Очень серьезно сегодня депутаты обсуждали тему доступности пляжей. Эмиритинская пляжная полоса – как пример для всего курортного города. Так должна выглядеть вся прибрежная часть Сочи. Оргкомитет Сочи 2014 объявил о начале ликвидации. Соответствующее уведомление опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации». Оргкомитет Сочи 2014 был создан 2 октября 2007 года, а на момент начала игр в Сочи численность постоянного и временного персонала Оргкомитета составляла 53 тысячи человек. Волонтерами игр стали 25 тысяч человек из разных стран. После завершения игр Оргкомитет объявил о полученной прибыли в размере 9 миллиардов рублей, что превышает аналогичные показатели летних игр в Лондоне и Пекине. Успешными стали коммерческие программы игр. Сумма доходов от маркетинговой программы «Сочи-2014» превысила 1,3 миллиарда долларов. Полностью оправдала себя инновационная билетная программа. Всего было продано более миллиона билетов. Игры в Сочи освещали 464 телеканала по всему миру, почти в два раза больше, чем на предыдущих зимних играх в Ванкувере. Работа Оргкомитета «Сочи-2014» получила признание со стороны Международных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, а также Международных спортивных федераций. Все доходы, включая имущество и денежные средства, безвозмездно направлены на развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации и социально значимые проекты. Получателями большей части имущества стали Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, подведомственные организации Минспорта, Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, а также администрация Сочи. Вслед за зимней Олимпиадой в Сочи, по словам мэра города, пришла Олимпиада гуманитарная. А это значит, что помощь придет в дом каждому сочинцу. Городоначальник побывал в Лазаревском районе и встретился с местными жителями. Продолжит Игорь Кырпа. На встрече присутствовали около 100 руководителей крупных организаций, общественников, представителей санитарно-курортной отрасли, сотрудников администрации и общеобразовательных учреждений. Всех интересовали социальные вопросы, а также тема образования. За пять лет в нашем районе возведены две пристройки к детским садам, номер 74 в Головинке и 84, расположенном в микрорайоне Лазаревска. Всего это 200 дополнительных мест. Заканчивается ремонт в детском саду номер 87 в Чемитаквадже. В рамках социальной программы отметил городоначальник, в северной части Лазаревского района построят детский сад и новую школу. Необходимость такого решения назрела давно. Местным детям приходится добираться на учебу за 30 километров в микрорайоне Лазаревска. Мы сейчас приступили к проектированию первому этапу, вернее объявили конкурс на проектирование школы в Совете Кважный. В лучшем случае школа будет построена в 2016 году. Сперва процедура конкурс на проектирование, потом получили проект конкурс на строительно-монтажные работы. Мэр сказал, что в Сочи сейчас проживает 44 тысячи детей в отрасте до 18 лет, а мест в школах дополнительного образования 45 тысяч, так что каждый ребенок сможет найти увлечение по душе. Тем более руководство города делает все, чтобы заниматься ребятам было комфортно и уютно. За пять лет капитально отремонтировали здание Лазаревского районного центра национальных культур, сельские дома культуры, ваулах Тхагапш и Калеш. Обновлены дома культуры и в Головинке, и в Дагомысе. Динамично развивается сфера физкультуры и спорта. Всего за это время в районе построено 29 спортивных игровых площадок, а 24 июля открыли современный многофункциональный спорткомплекс с двумя залами. Жители интересовало, как будет развиваться сфера спорта в постолимпийский период. Мы все имели возможность лицезреть эти потрясающие события. А в преддверии этих событий было построено и отремонтировано большое количество спортивных площадок, чего стоит один только наш уникальный Лазаревский спортивный комплекс. Скажите, в связи с этим, будет ли дальше продолжаться эта тенденция? Мы планируем, что в течение 2015-2016 года построим два плавательных бассейна. Один в центральном районе Сочи, другой в Лазаревском районе. Министр спорта нам это пообещал. В рамках городской сольевой программы в Лазаревском районе освещены 125 улиц и переулков. Из них 40 в городской черте и 84 в сельских округах. Также идут работы по газификации района. Голубое топливо теперь есть практически в каждом доме аульчан. Тысячи жителей сельских округов Лазаревского района получили газ в рамках краевой программы газификации осел Большого Сочи. Деньги выделили в том числе и городские власти. До конца года голубое топливо придет в дома жителей поселка Волконка, Солоники и Мирный. И эта работа будет продолжена. Не забывают власти о ветеранах. Специальные группы посещают каждый дом героев войны и узнают об их потребностях. В рамках подготовки к 70-летию Великой Победы благоустроят дорогу, ведущую к ветеранским домам, расположенным по улице Малышева. Анатолий Николаевич дал распоряжение сделать тротуар до 15-го дома. Анатолий Николаевич, буквально через неделю, максимум полторы недели тротуар будет готов. Также власти города приняли программу по строительству социального жилья на улице Малышева. Застройщик должен отдать около 100 квартир учителям и медикам. В ближайшие дни откроется многофункциональный центр, расположенный по улице Лазарева, 58, где местные жители смогут в одном месте и без очередей получить государственные и муниципальные услуги. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ. В музее истории Сочи появился новый, не совсем обычный экспонат. Его передали из города Канск, Красноярской области, студенты морского кадетского корпуса. Это документальный фильм о герое Великой Отечественной войны Арсении Москвине, именем которого и в Сочи, и в Канске названы улицы. Как связан герой с двумя городами, расскажем в нашем следующем материале. Это кадры из фильма «Улица героя». Так студенты морского кадетского корпуса города Канск назвали 25-минутный документальный фильм о герое Великой Отечественной войны Арсении Петровиче Москвине. Фильм о жизни и подвигах молодого капитана. С его именем связано первое применение в морской пехоте горных «Катюш». Мы только вкратце рассказали о боевых подвигах Арсения Москвина. Воспоминания о нем много, но главная память увековечена в архитектурных сооружениях двух городов. На улицах капитана второго ранга Арсения Петровича Москвина. Имени Москвина названы улицы в двух российских городах – Канске и Сочи. В Канске, это в Красноярском крае, Москвин родился и вырос. В честь него назвали улицу с небольшими деревянными постройками. В Сочи Москвин встретил свою будущую жену, которая работала врачом. Здесь же, в госпитале имени Мариса Тореза, после тяжелых ранений, полученных в боях под Новороссийском, в августе 1943-го, умер. Уже после войны именем Москвина назвали небольшую, ведущую к храму Архангела Михаила, 300-метровую улицу в самом центре Сочи. Точнее, ее переименовали из улицы Соборной. Очень трогательный этот экспонат. Педагог этого кадетского корпуса передал нам этот фильм, который создан ребятами и очень тесно связывает наш город с кадетским корпусом города Каннска. В фильме студентов морского кадетского корпуса есть кадры и из Сочи. Их помогли отснять местные школьники. Съемки они вели на улице Москвина, на кладбище на улице Догомысской, где, кстати, и похоронен капитан, и в музее истории города. Здесь Арсению Москвину посвятили целый стенд. Личные вещи героя в музей передала его жена. Его китель, его награды и портрет героя. И мы, конечно, гордимся, что имя этого героя связано с историей города Сочи. Фильм «Улица героя» теперь будет храниться в музее города Сочи, как часть большой истории, короткой, но славной жизни большого человека, капитана второго ранга Арсения Петровича Москвина. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Детям развлечения, родителям советы. В парке Ривьера проходит фестиваль «Мама-фест». В его рамках можно не только хорошо провести время с детьми, но и посетить мастер-классы опытных мам. В парке Ривьера теперь еще оживленнее. Каждый день с утра до вечера открыта новая площадка. Она работает всего два дня, но тут уже появились постоянные посетители – дети и их родители. В этом месте каждый может найти себе занятие. Дети играют, в то время как их родители узнают много нового о воспитании от профессиональных мам. Настроение шикарное. Настроение праздника. К нам приходят в гости мамы со всей страны. Это и мамы Сочи города, и мамы те, которые приехали на отдых. Мы с удовольствием с ними со всеми общаемся. Собираемся у нас на нашей площадке. Здесь дети играют, мамы делятся опытом, мамы знакомятся. Я думаю, что они продолжат общаться и уже в интернет-пространстве. «Мама-фест» уже прошел в нескольких городах России. Многие участники поддерживают контакты до сих пор. На этом фестивале можно и пообщаться с опытными педагогами. В день площадку посещает около 500 человек. Сейчас мы в Сочи. Мы были в Нижнем Новгороде. Мы были в Москве. Мы будем в Москве. Мы были в Петербурге. То есть у нас очень большая география. Были недавно в Перми. К нам приходят родители. Они безумно довольны. Потому что, естественно, это все бесплатно. Дети отдыхают, дети развлекаются. И мамы получают также подарки от нас. «Мама-фест» будет проходить до 16 августа. Вход для всех бесплатный. Принять участие в фестивале можно с 11 утра до 8 вечера. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания «ФКТ». День физкультурника накануне отметили в Адлере. Своё мастерство продемонстрировали воспитанники спортшколы. Лучшие молодые спортсмены и профессиональные тренеры получили грамоты и заслуженные награды. Празднование Дня физкультурника проходило в течение всего дня. Приемы и технику в волейболе, футболе, боксе и многих других видах спорта жителям и гостям курорта демонстрировали юные спортсмены. Воспитанники спортшкол на собственном примере показывали, что спорт – это залог хорошего физического и духовного воспитания. Молодежь должна быть активно вовлечена в занятия физкультуры, отметил мэр Анатолий Пахомов. Тем более, что в Сочи для этого есть все условия. В городе впервые появились профессиональная футбольная и хоккейная команды. Создана и новая муниципальная школа зимних видов спорта. «Спорт – это прежде всего воспитание в себе силы, силы воли воспитания. Спорт – это увлечение, спорт – это счастье. И поэтому сегодня после подготовки к Олимпийским играм в городе Сочи более 23 тысяч мест в спортивных школах федерального, краевого и муниципального значения». За большой вклад в развитие спорта на курорте мэру был вручен первый в Сочи золотой знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Заслуженные награды достались и профессионалам. Лучшие тренеры и юные спортсмены, принесшие многочисленные награды в копилку города, получили грамоты и кубки. А двукратной победительнице первенства всероссийских соревнований по синхронному плаванию Юлии Рустиновой вручили значок мастера спорта России. Татьяна Нагорская, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ». В Сочи пройдут всероссийские соревнования лыжи-роллеров. 13 августа стартуют чемпионаты и первенства России. Всего за медали турнира поборются около 150 спортсменов из 20 регионов России. В программе соревнований, как отметили на пресс-конференции, значатся сразу несколько дисциплин. Откроются соревнования с кеатлоном. Это дистанция на 10 километров, из которых 5 спортсмен преодолевает свободным стилем и 5 километров классическим. 13 августа турнир пройдет на Красной Поляне. Затем 15 августа спортсмены будут соревноваться в Олимпийском парке. В масс-старте свободным стилем на дистанции 30 километров. Инфраструктура города Сочи сегодня позволяет проводить практически любые соревнования. Ну и безусловно это соревнования по лыжи-роллерам. Лыжи-роллеры это один из видов сегодня соревнований, которые проходят лыжников в горах. И поэтому инфраструктура, которая создана в период Олимпийских игр, она позволяет нам сделать проведение Кубка Чемпионата России как в горном кластере, так и в прибрежном кластере. В администрации города Сочи создан организационный комитет по проведению данных соревнований. Этот организационный комитет определил место проведения, время проведения соревнований, определил ответственный, поставил задачи. И в настоящее время мы понимаем, что все задачи поставлены, решены. И успешно, уверен, что успешно мы начнем и проведем и завершим соревнования по лыжи-роллерам. Меня удивило такое серьезное отношение. Может быть, Олимпиада, так сказать, дала толщу, потому что ко всем соревнованиям, даже самым маленьким, надо относиться так вот серьезно, с большой отдачей, с энергией, с заинтересованностью. Поэтому, что я могу сказать про Сочи? Сочи – прекрасный город, прекрасные люди и замечательные отношения. 16 августа там же в Олимпийском парке состоятся эстафеты 3 по 6 километров. Заключительный день соревнований 17 числа пройдут квалификационные забеги в спринте на 200 метров и финальные забеги в спринте. Также в рамках чемпионата и первенства России по лыжи-роллерам 16 и 17 августа пройдет открытое первенство Краснодарского края среди юношей и девушек. В Сочи завершился финал чемпионата России по пляжному волейболу. В мужском турнире победу одержала интернациональная пара Константин Семенов и Мартин Плавинш. В полуфинале эта команда, несмотря на некоторые проблемы Плавинша с коленом, справилась с другим новым тандемом Вячеслава Красильникова и Руслана Быканова. Красильников и Семенов, напомним, выступают вместе в мировом туре. Руслан Даянов и Александр Лихолетов в своем полуфинале на тайбрейке взяли реванш у Дмитрия Барсука и Юрия Богатова, ранее выбивших Даянова и Лихолетова в сетку проигравших. Матч стал украшением турнира. Первый сет остался за Даяновым и Лихолетовым. В конце второго чуть удачливы были Семенов и Плавинш, которые в итоге выиграли и тайбрейк. В игре за бронзу Барсук и Богатов взяли верх над Красильниковым и Быкановым. Чемпионками России 2014 у женщин стали Екатерина Сырцева и Александра Моисеева, обыгравшие в финале Евгению Уколову и итальянку Джулию Мамоли, единственного иностранного игрока в женском турнире. Бронза женского чемпионата России досталась Марии Прокопьевой и Анастасии Барсук. Редактор субтитров А.Семкин